Друзья, я вас приветствую! Сегодня у нас на обзоре одна из самых крутых систем водяного охлаждения для процессора. Встречайте, AORUS Liquid Cooler 360. Система поставляется в просто огромной и красивой коробке. Внутри мы имеем сам радиатор с помпой, три вентилятора, инструкцию, тюбик термопасты и набор всех возможных креплений и винтов. Сам радиатор, как понятно из названия, у нас на 360 мм. Соединяется с помпой надежными трубками в тканевой оплетке. Выполнен он весь в черном цвете. Выделяется только хромированный логотип AORUS. Он, кстати, находится с обеих сторон. На радиатор устанавливается три комплектных вентилятора на 120 мм каждый. Вентиляторы имеют RGB-подсветку, полностью регулируемую с помощью фирменного ПО. Максимальная скорость вентиляторов составляет 2500 оборотов в минуту. Все они четырехпиновые, так что регулировать скорость, конечно, можно. Но самое интересное тут, конечно, сама помпа. С нижней части мы имеем охлаждающую пластину, выполненную полностью из меди. А вот сверху расположился LCD-экран диаметром 60 мм. Благодаря ему можно не только видеть полезную информацию о температурах вашего ПК, но и отлично кастомизировать внешний вид вашей сборки. Установка у системы охлаждения простая и не вызывает проблем. Подключается к вашему ПК она с помощью одного сатокабеля для питания и одного разъема USB 2 на вашей материнской плате для передачи всей информации и файлов. Как правило, таких разъемов всегда хватает в запасе. После установки системы, для того, чтобы использовать ее по максимуму, нужно установить две фирменные проги от компании Gigabyte. RGB Fusion 2 и Aorus Engine. Первая предназначена для детальной настройки подсветки, как вентиляторов, так и самой помпы. А вторая для детальной настройки производительности. По производительности можно отдельно регулировать мощность вентиляторов и отдельно помпы. Есть несколько предустановленных пресетов, но можно и сделать свой личный. Также есть режим Zero RPM для полного отключения вентиляторов. Помпа работает, кстати, очень тихо, а общие уровни шума тут хоть и не эталонные, но очень неплохие. При скорости 1000 оборотов выходит примерно 33 дБ, а если выставить все просто на максимум, то получим 50 дБ. Эффективность тут тоже очень достойная, и система охлаждения отлично подает не только для мощных процессоров, но и для профессионального разгона. Ну а теперь, что касается утилиты RGB Fusion и настройки подсветки. Настройок очень много, и все они понятные и простые. Можно настраивать как отдельно каждый элемент, так и синхронизировать их вместе, в том числе и другие устройства линейки Aorus. Для самого экрана есть несколько стандартных режимов, где можно вывести основные показатели, такие как модель вашего процессора, актуальная тактовая частота и температура. Расцветку каждого экрана тоже можно настраивать под себя. Меня очень порадовала возможность установить свое изображение на экран. Таким образом можно круто кастомизировать внешний вид вашего ПК и сделать его не похожим на другие. Настройки яркости, кстати, тоже есть, как для вентиляторов, так и для экрана. Анимацию на экран, к сожалению, поставить нельзя, а было бы очень круто. Но может быть когда-то выйдет обновление, и такая функция тоже появится. По итогу мы получаем очень стильную и производительную систему водяного охлаждения. Цена у нее не бюджетная, но она и позиционируется как премиум класс. И это видно начиная с упаковки и заканчивая режимами подсветки и кастомизации. Ну и конечно, с основной своей функцией она отлично справляется и очень хорошо охлаждает процессор. Конечно, есть аналогичные по мощности конкуренты с более дешевым ценником. Но такие фишки, как и экран, и другие функции кастомизации у них отсутствуют. По итогу я смело могу рекомендовать эту систему к покупке, вы точно не пожалеете. А внешний вид будет радовать вас еще очень долгое время. Ссылку на официальную страницу на сайте Gigabyte я оставлю прямо в описании видео. Там будет еще больше полезной информации. А если у вас будут вопросы, то можете смело задавать их в комментариях, и я постараюсь вам ответить. И как всегда, друзья, спасибо, что смотрели это видео и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok